здравствуйте уважаемые школьники у нас 13 занятия факультатив для школы 1514 с использованием c++ мы продолжаем изучать разные алгоритмы структуры данных но на школьном уровне и так сегодня такая тема как бинарный поиск бинарный поиск что это такое он бывает в каком-то смысле двух видов первый вариант бинарный поиск он же двоичный поиск он же метод деления пополам да но есть такая шутка да как найти тигра этого как найти льва в пустыне да надо взять разделить пустыню забором очевидно лев в одной из половин этого половин пустыни да если лев в левой половине то нужно левую половину пустыни разделить забором да соответственно лев окажется в одной из этих двух половин да если он в одной вот этой половине мы ее разделяем забором да если он в этой половине то мы ее разделяем забором и таким образом мы продолжаем уменьшать размер клетки до в какой-то момент да мы говорим что ну собственно все лев пустыне лев лев пойман да Понятна логика, да? Но это так, это совсем шуточно. Значит, давайте с вами поговорим про математические обоснования двоичного поиска. Дело в том, что двоичный поиск, он же бинарный поиск, используется для поиска корней уравнений. Да, корней уравнений. То есть есть некая функция f от x. Эта функция равняется нулю. Вопрос, как найти, где именно она равна нулю? Да, где? Ну, то есть при каком x это случается. Вообще существует много вычислительных методов решения уравнений. И связано это с тем, что уравнения плохо решаются. Это кажется, вот когда вы учитесь в школе, и только-только столкнулись с уравнениями, кажется, ой, да все что угодно можно решить. Нет. Да даже уравнения, в которых нет никаких специальных функций. То есть вот смотрите, если у вас там условно x квадрат, ну там ax квадрат плюс bx плюс c, да? В этом случае, ну, понятное дело, существуют разные варианты значений a, b, c, я имею в виду действительных, да, вещественных чисел. Вот, и в зависимости от них там она по-разному, количество корней. Какое количество корней может быть? Может быть ноль. Ну, а может быть ноль корней. А, ну тут два или один, либо ноль. От дискримината зависит. А может быть бесконечность. Тоже вариант. А, b, c, все а, b, c равно нулю, при любом иксе уравнение истинно. Да? Значит, любой x подходит, их бесконечное количество будет тогда. Вот, и ноль корней бывает тоже по-разному на самом деле. То есть, а, b равно нулю, а c не равно нулю. Тогда получается типа такой, не знаю, один равно нулю. Но это не равно никогда, да? То есть, такая вот константочка такая торчит себе и все. Да. То есть, оно еще и умеет вырождаться в линейной. Но фишка в том, что если я возьму и рассмотрю кубические уравнения, плюс cx плюс d равно нулю, вот, возникает вопрос, а его можно всегда решить? Как оно себя ведет? Ведь кубические функции, они бывают вот так вот загнутые, да? Вот. И оси проходят как-нибудь вот так, соответственно, корни вот раз, два, три. То есть, ну, как бы их не так просто бывает разобраться. И они уже содержат не только квадратные корни, но и кубические корни. Да? То есть, они такие рациональные могут быть прям сильно, да? Как это дело решать? Ну, первое, вы знаете один из вариантов. Если мы смогли угадать один корень, то можно, там есть метод, да, поделить. Как он называется? Забыл. Схема Горнера. Да, деление многочленов на... У меня кубическое уравнение, вот есть приведенное квадратное, а есть приведенное кубическое. Разделим на коэффициенты. Чтобы их куб поучить, да? Ну, одно дело... Нет, тут дело не в приведенном. Дело в том, что существует способ, если вы точно знаете какой-то корень, то существует схема Горнера, по которой вы можете поделить на многочлен. Я не буду этого рассказывать. Это на математике спрашивайте. Но дело в том, что, еще раз, я всего лишь умножаю х на х, ну, то есть, говорю, х в кубе, там х... То есть, это х на х на х, да, всего лишь, да? Я говорю, х чем... Ну, а, b, c, d, это всегда конкретные какие-то числа. Я в любом моменте сейчас возьму и набросаю конкретные числа, да? Вот. И это уравнение, оно решается. Существуют формулы, я, к сожалению, не помню, как они называются, то ли стирлинга, то ли... Как они называются? Ну, опять же, википедия подскажет, если что. Но самое интересное, вот в чем. А если мы перейдем к четвертой степени, всегда ли такое уравнение решается? Ну, то есть, всегда ли его можно решить вообще? Ну, если заменить переменную, в принципе, да. Нет, a, b, c, d и e, это константы. Найти все х, в которых оно, как сказать, все корни. Можно. Но, вот если сделать еще один шаг чуть-чуть вперед, да, то мы будем переходить к таким проблемам, которые там, условно, решал Галуа и подобные там, ребята, да. Короче, великие математики столкнулись с тем и доказали, что для уравнений, начиная с пятой степени и выше, в общем случае... Нет, ну, всегда есть частные случаи, когда оно решится. Но в общем случае не существует способа выразить иксы. Ну, понятно, что у такого уравнения должно быть, по идее, ну, как бы до пяти корней, да. До пяти корней. Ну, это очень легко объяснить. Если х минус х1, да, умножить на х минус х2, там, на х минус х5 перемножить, да. Ну, такая функция, она, очевидно, какая? Пятой степени, да. Ну, домножим на а. Вот. Если все это перемножить, то получится у нас все норм, да. То есть до пяти корней это у нас как раз будет уравнение пятой степени. Но оказывается, еще раз, что вот эти корни, начиная с пятой степени, иногда, скажем, чаще всего, невозможно выразить в радикалах. Радикалы – это корни каких-либо степеней из чисел. Ну, то есть вот эти числа, такие вот, корень какой-то там степени, там, не знаю, пятой степени из пяти, да. Корень, не знаю, там, седьмой степени из двенадцати, да. Ну, короче, вот это радикалы. Корни. Так вот, вот в таких иррациональных числах, в радикалах, невозможно выразить вот эти корни уравнения. Такие иксы, при которых вот эта штуковина занулится, да. Не существует формулы, при помощи которой мы можем решить уравнение, начиная с пятой степени. То есть до четвертой, уравнение третьей степени, уравнение четвертой степени, они еще решаются. Там все сложнее, там нельзя вот так вот, вот дискриминанты, Нет, там этих вот условных, как бы дискриминантов, там разных ситуаций, случаев, подслучаев, оно посложнее. Но еще можно взять математическую энциклопедию, накопать, или, ну, условно, там, интернет-энциклопедию, как решать уравнение третьей степени, еще можно накопать. посмотрите его если вам это интересно даже квадратный умеете решать посмотрите а как кубически решают в общем случае на учительница сказывала то что для вот пятой и шестой степени да есть такие вещи как комплект комплексные числа на самом деле комплексное уравнение работают там даже для квадратного уровня когда вас дискриминант меньше нуля будет когда дискриминант меньше нуля это не значит что уравнение нет корней у квадратного они есть просто они оба комплексные да не не то числе для любой степени есть если есть комфорт собственный комплектом да комплекс на теории функции комплексного переменного можно доказать что уравнение этой степени всегда ровно n корней ну комплексно значных сколько из них действительных это отдельный вопрос давайте сейчас свернем этот вопрос самое главное что я хочу вам объяснить товарищи школьники что существуют уравнения которые невозможно решить на бумажке их невозможно решить аналитически ну то есть написать какую-то формулу что-то там поделить как как-то эти коэффициенты вот с ними вот невозможно никак при этом мы можем быть абсолютно уверены что корень есть понимаете давайте я покажу конкретную ситуацию да вот где при каком иксе да какая-то функция обращается в ноль ну вообще говоря функция она не обязана обращаться ноль и при разных иксах на функция ну понятно некое выражение там будет у меня она будет записана каким-то выражением не черный ящик и у меня и будет способ ее вычисления да вот давайте построим на картезианской плоскости она же декартова до прямоугольный построим график функции f от x то есть я буду отображать в качестве вот точек x y до где у меня координата x и y до проекции игре будет соответствовать значению f до для данного икса а y я буду брать из значения f от x а вот я хочу построить график этой функции да вот предположим что у меня в каком-то одном иксе на в каком-то одном иксе ну давайте выжим x1 до функция была имела вот такое значение а в каком-то другом иксе функция имела вот такое значение да то есть вот вот конкретно в x2 она имела значение там y2 понятно да значит ли это что у функции вообще-то существует корень но я специально сделал что у меня y1 меньше нуля а y2 больше 0 это сделать сейчас специально значит ли это что функция обязательно имеет корень дело в том что функции бывают разрывные функция вообще может вести себя как-нибудь условно вот так вот тынц и тынц о всю а здесь она не равна совершенно среднему значению да она здесь выколотая точка здесь вколотая ну то есть она в этой точке она равна вот этому например да а бывает функции которые вообще не определены то есть для какого-то конкретного значения и вообще нельзя вычислить например вот такая функция как x умножить на единица разделить на x знаете как она выглядит дело в том что функция которая записана вот таким выражением она не может быть вычислено для x равного нулю потому что в выражении встретиться высказывание 1 разделить на 0 это выражение бессмысленная x умножить на 1 разделить на x да 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 и эта функция вот такая она будет выглядеть очень забавно вот ее график ой да вот я график она равна 1111 опа тут нет ничему не равна а тут она снова равна 1 то есть у нее просто выколотая . в области определения до область определения это то множество иксов для которых мы в принципе можем сказать что функция там чему-то равна правда функция может рассматриваться как какое-то конкретное выражение которое ее записывает да а с другой стороны вы на самом-то деле мы можем относиться к функции как к некоторому черному ящику как к мясорубке мы в нее что-то запихиваем она нам что-то выплевывает собственной ценность функции в том что она каждый раз выплевывает что-то детерминированное то есть она не так что мы засовывали x она выплюнула 1 засунули тот же самый x она выплюнула 10 нет функции всегда детерминированно возвращают одно значение да ну и еще. Такого, что ты всунул одно число, а она тебе ведь фу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Такого, ну, как бы, нет. Мы сейчас многозначные функции не будем, вообще трогать, да. Существует более общая штуковина, так называемое там отображение. Нет, мы про них даже разговаривать не будем. Там есть многолистные функции в комплексных переменах, там есть такие, которые вьются таким, вот, если их нарисовать в трехмерном пространстве с витками. Вот. Ну, это все давайте оставим в это, в вузовскую условно-математику или на ваши, там, кружки по математике. Но смысл в том, что, еще раз говорю, да, мы можем рассмотреть функцию как алгоритм. И мы ей что-то суем, она нам это дело возвращает. Есть и другой способ, как относиться к функции. Вот есть множество, собственно, область определения, да, есть множество значений. Понятно, да? И функция любому иксу из области определения сопоставляет некоторый икс из множества значений. Понятно? Одному и тому же иксу может соответствовать несколько иксов. Да? Это допустимо. Если это множество действительно является областью определения, то значит, любому иксу здесь, да? В то же время мы понимаем, что область определения не всегда покрывает все пространство, да? Бывают функции, которые кое-где не определены. Вот я привел пример, которая определена везде, кроме одной конкретной точки. Но на самом деле бывают функции, которые определены на каком-то кусочке или вообще в каких-то конкретных точках. Вот тут определена, а рядом не определена. А потом определена, потом не определена. Но интересно то, что существуют функции, которые о боже мой разрывны до нельзя то есть они могут рваться в любом месте и даже не вот так вот да как вот это а вот та же функции единица разделить на x как она себя ведет как ведет себя функция единица разделить на x кто знает 0 просто выколота нет выколотает если бы у нее был предел слева был предел справа дело в том что чем больше x тем меньше будет значение функции но она никогда не станет равным нулю она приближается к нулю постепенно с ростом икса а если их просто один к нулю то игре взлет я не слышу кто говорит чтобы функция просто один на x да просто y равны x 1 и график этой функции называется гипербола гипербола она вот такая вот тут есть при стремлении икса к нулю с положительной стороны она улетает в плюс бесконечность при стремлении к нулю с отрицательной стороны в минус бесконечность на гипербола соответственно вот этот вот разрыв называется разрыв второго рода опять же я слишком глубоко убегаю в математику но слушайте я заодно вам задаю какие-то заходы о чем можно математиков пойти поспрашивать пойдите лидию олеговну потрепите и поспрашиваете а что такое разрыв второго рода знаете в 10 классе короче я не знаю в каком классе вам это расскажут но вообще вот эти вот то как ведут себя функции интересно я вам еще скажу хотите расскажу вы знаете что существует числа которые знали древние греки слышали которые число пи число фи не знаю пифи нет это число которые можно представить в виде таких дробей m разделить на n где числитель это целое а знаменатель это натуральное дроби называется рациональные числа рациональные слышали про такие ну когда вас в пятом классе учили работать с дробями и вам говорю пять седьмых плюс восемь не знаю там третьих до его за год рата та-та-та-та-та-та надо что надо привести к общему знаменателю давайте трижды 5 15 плюс сами 8 до счетам у нас 56 разделить на 20 ну вы понимаете сюда вас учили работать в рациональных числах а потом вам должны были сказать ребятушки существует такие числа как корень из двух в этот момент вы должны быть сказать подождите 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 корень из двух это сколько на сколько объясните мне дорогие понимаете в чем дело да и вот были такие мудрецы греки да ну правда не дети а взрослые до которые начали задаваться вопросом а откуда взялся корень из двух на самом деле из простой геометрической задачки ведь если мы возьмем квадрат теорему пифагора да ну диагональ квадрата на диагональ квадрата ну или вот просто равно сторонний равнобедренный треугольник и они вот например я я не слышу прости пожалуйста еще раз площади то есть если мы квадрат построен на этой диагонали да сейчас не про площадь да там ну теорема пифагора теорема пифагора про соответственно гипотенузу катета да так вот фишка в том что они вот вопрос о рациональных числах это вопрос о соизмеримости что такое соизмеримость представьте себе что у меня мелок это мерка да ну я человек а это длинные участки забор забор да я говорю ребята какого размера мне нужно взять этот как мерку мерила чтобы я мог отшагать какое-то количество и 1 и 2 и 3 и 4 на и них не хватило до не кратно да но давайте какой-нибудь другой да может быть поменьше нужно взять или на вот чуть побольше и 1 и 2 и 3 и замечательно здесь и 1 и 2 и 3 и 4 и и она опять не лезет на цело понимаете да у меня есть есть вот эта диагональ да простите я сейчас довольно далеко ухожу от той темы которая заявлена очень далеко ну слушайте мне интересно вам это рассказать поэтому выслушайте меня на так вот фишка в чем что вот я эту сторону обозначу за некая а вот эту сторону обозначу просто за неком это просто название это не числа да так вот вот этот отрезок а можно разделить на сколько-то частей до его можно разделить на сколько-то частей до получится какой-то длина какая-то до отрезок b можно разделить на какое-то другое число частей тоже ну я могу его на одну половину на 2 на 3 поделить да вот соответственно b разделить на какой-то там не знаю м да понятно а лучше давайте а разделю на n а вы разделю на м вот так вот да а дальше говорю друзья подождите а как мне сделать так чтобы вот это мерило которым я буду топать и говорить здесь н штук вы понимаете что метр локоть оршин на сажене вот эти все вот эти вот мер длины они же разные были да разные существуют вопрос том какую выбрать это некая условность да это были времена более мягкого отношения и все в метрах почему в метрах как определен метр кто его определил а почему не локоть локоть мы все носим с собой да он чуть-чуть разные у всех сажен ну примерно мужики то примерно одного роста ну чё взял сажен вот что называется веревку от ноги да это косую сажен да вот максимум который ты мог вытянуть вот это сажен понятно к ладонь приложил вот тебе ладонь ладонью раз померил 23 но со мной есть шагами понятно это не очень хорошие меры длины но они работают и ты их носишь сам собой это мир скорее всего взялся как средние и звуками это размеряется руку протянув вправо выплате метр от плеча до руки 1 взяли что-то среднее чтобы было всем удобно потому что все это принципы одинаково давай не будем сейчас в историю мер входить а поговорим вот о чем а хочется сделать так хочется сделать так дорогим грекам на греки говорят мы хотим сделать так чтобы найти какую-то мерку но какую-то вот длину какой-то не знаю палку там какой-то я не знаю что мне взять в качестве этой палки карандаш да или чем не есть еще интересное такое простенькое бамажен бамаженька у меня есть до маленькая бамаженька короче вот эта бамаженькой соответственно тэнц тэнц и ну чтоб она ровно легло да соответственно а должно разделиться на части но это очевидно и понятно да и та же самая мерка та же самая длина должна подойти сюда раз два три и понятно поняли вот это называется если это удается договориться соизмеримые отрезки они соизмеримы друг с другом а пересмотрите но я по правилу пропорции говорю значит а разделить на б то есть а так относится ну или хотите б б так относится к а как что как переносим как м разделить на н понятно да и м и н это целый то есть б и а этот отрезки ну как бы длинный отрезков мы понимаем что мы сейчас говорим про длинный отрезков да у меня вот этот вот x некая там длина этой мерки она сейчас в чем измеряется меня не особо интересует главное что понимаю что нужно быть одинаково да логично вот и я говорю ребятушки вот эти два отрезка отрезок бы отрезок а соизмеримы в том случае если можно взять выразить вот эту длину до b по отношению к длине а как м разделить на н до понимаете и оказалось оказалось что б а мы понимаем сейчас чтобы это корень из двух по отношению к а ну чему бы он не равнялся как корень из двух относится к одному до конкретно у равнобедренного на прямоугольного треугольника да и корень из двух корень из двух невозможно выразить как целое число разделить на дробное именно поэтому мы и вынуждены писать вот эту хрень и тащить за собой вот этот значок дурацкий непонятно зачем нет бы взять и написать двенадцать тысяч семьсот сорок восемь разделить на четыреца на четыреста восемьдесят три тысячи двадцать три понимаете то есть в принципе невозможно и греки умудрились это доказать ну среди них были сведущие в математике которые копались там был же великие те евклид построил целую они любили рассуждать у них было понимание об истине лжи не даже выстроили логику конечно не настолько совершенную как потом она была развита там джорджем булем и в принципе там вот впоследствии там с холастами и так далее да тем не менее аристотелева логика о рассуждениях там о заключениях дедукция индукция понимаете да и у них были великие математики среди них вот любитель чисел был такой пифагор да как теореме пифагора и была у него такая секта пифагорейцев почему секта потому что у них математика была чуть-чуть такая с религиозным окрасом немножко они поклонялись числа квадратные числа мы до сих пор кстати называем квадратными знаете почему почему числа квадратные то что их можно в квадратик построить только у пифагорейцев были не только квадратные числа это квадратное число девятка это квадратное число до четверка это квадратное число единицы это квадратное число да понятно а еще бывают треугольные числа 3 треугольное число 6 треугольное число но если вы играли когда-нибудь в бильярд то наверное вы знаете что и 10 тоже треугольное число короче товарищи я что хочу вам сказать я такой экскурс сейчас вам в этом древнегреческую математику произвожу а для чего я вам хочу сказать товарищи что иррациональные числа и рациональные числа существуют существуют числа которые школьники 5 класса изучающие дроби они знают и понимают а потом в какой-то момент не знаю точно в какой может быть в седьмом классе может быть восьмом у вас это может быть раньше чем у других школьников вводится вот эта хрень она называется радикалы где-то вскользь упоминают или в обычных школах могут и не упоминать что и они не выразимы в качестве рациональных чисел да ну а еще там заодно говорят про число пи что его нельзя выразить до длину окружности нельзя никак выразить одновременно измерить с ее радиусом да сказал бы простая геометрия тем не менее так вот ладно сотру и это все а что хочу сказать что существуют рациональные числа их записывают ну определение такое да а существует и рациональные числа и рациональные что это за числа такие но это все остальные числа ну то есть длины всевозможных отрезков они должны нам ну каким каким-то числом быть представлены да и вот мы на самом деле аккуратно введение вещественных чисел дробных чисел очень сложно его можно ввести но это довольно сложно вот я в учебниках высшей математики там для первого курса знаю несколько способов это этого введения как их объясняют и сказать обосновывает их существование вот но и рациональные числа можно выразить как но это все вещественные числа за вычетом рациональных это минус только для множеств понятно когда множество выкусывают у другого множества и множество а а есть множество б я говорю все элементы а кроме множества б на то есть вот это вот штуковина в диаграммы или роли видели надеюсь когда-нибудь да то это записывают как а за вычетом б вы видели диаграммы эйлера когда-нибудь слышали про объединение множеств пересечения бывает кроме объединения печени бывает разность множеств товарищи друзья я для чего это рассказываю я просто недавно тут рассказывал одиннадцатиклассникам который в это самое егэ сдают и тут я им рассказывал как раз бинарный поиск я им привел пример очень очень разорванной функции я тут вам рассказывал уже про функции которые бывают разрывные да а я хотел вам сейчас рассказать про существование такой прикольной функции называется функция дирихле дирихле слышали когда-нибудь и функцию знаю а а просто любопытствовал в учебнике читавшаяся функция про сирса точно помню она там была еще там получаешь вы другая функция про то что если x1 то 0 а если если x0 тут то 0 а если x минус один то один точнее наоборот она так работает она равна нулю нигму для всех иксов которые являются рациональными числами и она равна единичке для всех иксов которые являются иррациональными числами она определена на всей оси какое число не возьми она при л surrender либо 0 либо 1 ну потому что они sociales либо рациональ нер理 либо и рационально на то число пи например но вот сюда до всех там корни которые не берутся все радикалы они вот сюда а все любые там числа которые выражаются в дробях они сюда корень из двух найдем что значит функция dirichlet для числа корень из двух равна единица что значит найдем а точнее ну как y мы обозначим 0 но какой игре где им f от x ну как бы дирих ли от x построим как f от x да то есть ну как бы да вот я в этом говори имеется ну как ну мы как его смыть изобразим на графике как мы узнаем где поставить но гениальный вопрос абсолютно правильный а как эту хрень изобразить на графике я отвечаю дело в том что рациональные числа вот эти вот они плотно покрывают ось ну то есть если я их буду рисовать то не существует такого такого места на оси где нет рациональных чисел то есть я могу попытаться тут тыкнуть в какую-то точку и взять ее маленькую маленькую окрестность и упиличить ее под большой большой лупой до посмотреть а что там происходит и окажется что вот эта точка да даже если сама эта точка число иррациональная но все равно вот здесь вот рядом с ней бесконечное количество рациональных дробей я могу еще раз что называется позумица позумица как бы а там все равно елки-палки эти рациональные числа рациональные числа они плотно покрывают ось то они ее заполняют но в то же время несмотря на этот вот как это какой бы маленькую мы не сделали организацию до в ней обязательно найдется предатель на трус предатель или шпион ну я поняли что имею ввиду да плотность заполнить такая и только когда вы берете одно конкретное число вообще без апсалом окрестности она может оказаться и рациональным да и и рациональные числа тоже плотно заполняют все пространство каких чисел больше на ответ этот вопрос в принципе можно сформулировать хотя сложно и этих и тех бесконечное число но и рациональных чисел континуально много опять же я в кавычках матюкнулся математически да а вы хотите идите с этим к математикам или гуглите что такое контину континуум и континуально много как изобразить это на графике придется изображать ее сразу вот так то есть она вот она как бы вот и тут и тут но с точки зрения ее как сказать вот непрерывности она разрывно она везде разрывно она все время что называется пляшет вот вот она вот промежуточных значений нет она одновременно как бы и там и там на самом деле существует способ с функции деревья побаловаться например если домножить ее на какой-нибудь x квадрат умножить на функцию деревья что произойдет у меня но понятно там где она 0 она тупо 0 да но там где она равна единице она начинает вести себя как x квадрат тогда и тогда очень интересно возникает . равная нулю в которой у меня вот эти точки вот эти точки они как бы обретают предел и стремятся к значению в этой точке такие точки называются точками непрерывности но на самом деле большая часть функции с которыми мы работаем по жизни они не такие дурацкие функция деревья это на самом деле опять же с чисто математической точки зрения функций вот подобных функций деревья их намного больше чем функции непрерывных а можно вопрос про математику что можно просто про должного про математику а в общем и рациональное число это той которую нельзя представить как дробь целый при этом да то есть она не является комплектом она не является там тензором она это именно число выражающие как бы длину некоторого отрезка ну еще раз говорю есть другие способы введения аккуратные математические но я не буду их трогать да условно число выражающие длину некоторого отрезка да но при этом она не может быть представлена с некоторым эталонным другим отрезком который мы назовем единицей на она не может быть с ним сравнимо не что измеримо скажем так ну вот а тогда почему 0 является рационально 0 рациональное число хороший вопрос 0 может быть выражен как 0 штук этих мерок 0 разделить на 1 например да но а 0 ведь дробным числом не является так ведь ну а то есть как бы вот вы показывали нам там где-то являются рациональными вот точно так же как натуральные числа являются под множеством целых при этом отрицательные и 0 натуральными не являются да точно также все целые числа являются рациональными это их подмножество слушайте мы сейчас очень долго про это разговариваем на хоть бери первую часть занятия называние бинарный поиска разговора функциях непрерывности соизмеримости товарищ я хочу вам объяснить что существует такое понятие как непрерывные функции и это вообще это круто непрерывная функция математически довольно сложно объясняется потому что вначале нужно объяснить что значит что функция непрерывно в одной точке потом мы должны сказать так эта функция непрерывно не в одной точке а во всех точках заданного множества если множество точек представлен на котором функция определена то есть называется область определения да вот если функция на своей области определения давайте я назову левую точку а а правую точку b и скажу ребята это у меня интервал а лучше даже отрезок отрезок знаете что только отрезок это кусок что называется вещественной прямой до в котором включены границы то есть они включаются в него до в этом множество и любая точка которая больше а больше либо равна а ими и при этом меньше либо равна бы она и являет принадлежит этому отрезку вот представьте себе что эта функция она определена везде то есть и вот на этом отрезке да и если я еще каким-то чудом смогу доказать как-то смогу доказать что эта функция еще и непрерывно на этом отрезке ну это кажется что просто еще раз да у вас в математическом анализе там где-нибудь на первом курсе с вас как спросит это доказательство до какой-нибудь теоремки которые я сейчас упомяну тут лему о промежуточных значениях и а докажите ее строго математически короче и полу что здесь практически не отделение поэтому не возникает выколотых точек ну значит владимир на то что ты сейчас говоришь лучше выключи микрофон я говорю о наверно слишком далеких для вас вещах я очень прошу выключи микрофон сам да 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 я понимаю конечно это было выключи пожалуйста микрофон спасибо еще раз я наверное сейчас говорю о слишком далеких вещах для 8 класса потому что то что ты вообще говоришь она не касается темы поэтому давайте это не плавно закрывать да но вы естественным просто своим вот естественным чутьем должны понимать что такое непрерывная функция вот говорят что функция непрерывно если она принадлежит классу непрерывных функций его называют буковкой c на промежутке а b вот так обозначает класс непрерывных функций и забавно что если у меня есть две такие непрерывные функции то Можно сказать, о, вот такая функция тоже является непрерывной. А если f умножить на g, то она тоже является непрерывной. А вот, к сожалению, если f разделить на g, ну, f от x, g от x, да, то, к сожалению, она уже не будет являться непрерывной в тех местах, где g от x равно 0. Ну, потому что там, понятное дело, она может улететь в бесконечность, да. Но если g от x не равна 0 на промежутке А, B, то тогда f разделить на g является непрерывной. Короче, ну, есть некоторые тонкости такие, да, вот, а как можно оперировать с непрерывными функциями, сочетая их, там, умножая, складывая, вычитая друг из друга, чтобы они не перестали быть непрерывными. Оказывается, что складывать, умножать, вычитать можно, делить, ну, если вторая, если знаменательная функция, в смысле, которая в делителе, да, она не равна 0. Короче, это довольно здорово, непрерывно, если у нас уже есть непрерывные функции, то легко остаться в классе непрерывных функций, математическими действиями. Так вот, слушайте, есть такая лемма, она называется лемма о промежуточных значениях непрерывной функции. Идея ее примитивна. Представьте себе, что у вас есть два государства, я сейчас не буду в общем случае ее давать, просто два государства есть. Вот это граница между государствами. Тут у меня Республика Беларусь, а здесь у меня Российская Федерация. Да? И у меня вот в этой точке, в этой точке привязана веревка. Да? Значение здесь F от А, да, и оно оказалось меньше нуля. Так уж получилось, да, что оно находится в Российской Федерации. А второе значение, да, в точке Б, на интервале Б, оно у меня равняется F от Б. И так уж получилось, да, что это самое значение F от Б у меня больше нуля. Оно в Республике Беларусь. Ясно, да? Так вот, друзья мои, если веревка, которая соединяет вот эти две точки, непрерывная, если она непрерывная, да, ну и учтите, да, сейчас забудем о существовании других государств, о том, что земной шар это шар, забудьте, в данном случае земной шар, это плоскость, разделенная вот этой прямой, да, и выходить за пределы А, Б нельзя. То есть функция там не определена, там веревку бросать нельзя. Так вот, как бы я не бросил эту веревку, вот если она только непрерывная, то она обязательно где-то пересечет границу. Понятно? Ну или можно предположить, что, не знаю, там это время, да, в момент времени А шпион находился в точке F от А, да, в момент Б шпион находился в этот самый, да, так вот, шпион не умеет телепортироваться, если у нас нет разрывов, да, если у нас нет разрывов второго рода, если у нас нет разрывов первого рода, что он шел-шел, пришел в телепорт, и с телепорта пришел сюда. Нет. Вот если нет разрывов первого и второго рода, если функция у нас непрерывна на всем промежутке, да, то мы можем, что называется, ну, может шпион по эту границу пройти много раз. То есть корней на самом деле, то есть тех мест, где функция равняется нулю на промежутке А, Б, может быть много. Да? Согласны? Может быть много. Может быть не три, кстати. Я могу построить ситуацию, что корней будет два, что будет только два корня. А именно, ну, например, вот так. Вот так вот, да? То есть она вот здесь пересек, потом он коснулся, потоптал границу и пошел дальше. Согласны? Поняли логику, да? То есть еще раз, но фишка в том, что вообще не существовать корня у непрерывной функции не может. Таким образом, давайте сообразим, да, что если функция непрерывно, это первое требование, если функция непрерывно на заданном промежутке, второе, если значение функции в левой стороне промежутка и в правой стороне промежутка разных знаков, ну, математически это легче всего записать вот так. f от а умножить на f от b меньше нуля. Строго меньше нуля. То есть, ну, я... Ситуация, когда оно равно нулю, то это изначально шпион уже стоял на границе, да? Ну, пожалуйста, вот вам и корень. Задача бинарного поиска не состоит в том, чтобы найти любые корни, все возможные корни. Нет. Достаточно, что называется, просто поймать шпиона хоть где-нибудь, хоть один раз. Понятно? Найти конкретное место, где он пришел. Тынц, и мы его поймали. Понятно? Как искать вот подобные корни? Мы сейчас вообще не поднимаем этот вопрос. Математики умеют искать и вот такие корни. Есть для этого метода. Не трогаем их. Вот этих двух требований сказать функция непрерывно на промежутке a, b. Это вот то, что я тут написал, принадлежит классу непрерывных функций на промежутке a, b. Она непрерывна просто на промежутке a, b. И она имеет разные знаки на границах, значит, там 100% корень. Вопрос. Могу ли я утверждать, что я уже поймал лева в пустыне? Как это ни странно, да. Если говорить с точки зрения точной, то я при помощи бинарного поиска математически точно, с идеальной точностью, не найду корень никогда. Если лев мой математическая точка, то никогда не настанет момент, когда непосредственно тыкну в лева иголкой. Понимаете? Если лев, это математическая точка. Если мне нужно найти корень вот с этой бесконечной точностью, невозможно. Метод бинарного поиска не поможет. Ну и никакой другой вычислительный метод не поможет. Все вычислительные методы работают с ошибкой. Так вот, фишка в том, что начиная решать эту задачу с ее постановки, вот у меня есть некая функция, вот у меня границы промежутка, я знаю, что там есть корень. Найдите его. Ответ, ребята, я знаю, где корень. Знаете, где корень? Ответ. Корень находится, ну давайте я назову его там икс, да? Икс, ну его правильно, не знаю, там икс ноль назвать, да? Ладно, просто икс напишу. Икс девездочка. Какой-то особый вот этот, тот самый икс. Дэ икс, да? Так вот, вот дэ икс, где функция от икс равна нулю, знаете, где находится? Ровно посередине. А плюс б пополам. Ваша задача сейчас сказать, Тимофей Федорович, вы что, с ума сошли? Ну, подождите, он же не ровно в середине. А вы тыкаете мне в середину. Говорите, вот она середина, да? И говорите, тут корень. Ребята, ничего страшного, я просто нашел его с ошибкой. С какой? С ошибкой плюс-минус эпсилонокрестность, да? То есть я сделал, ну, я, может, слишком ее высоко поднял, да? Плюс-минус эпсилонокрестность. Да? Плюс-минус ошибка. Чему равна вот эта ошибка, да? Плюс-минус ошибка. Эррор. Чему она равна, эта ошибка? Ну, она равна половине промежутка. b минус a, это его длина, только пополам. Да? Кажется, что я сейчас, как это, перегоняю, как говорится, из пустого в порожнее. Но давайте еще раз осознаем, что теперь, в принципе, сразу же, как только поставлена задача, дурацкий ответ, но все-таки ответ я могу выдать. Чем он дурацкий? Не нравится он мне только тем, что ошибка большая, а хотелось бы поменьше. И в этот момент я могу сказать, подождите, подождите, но ведь у меня функция, функция, это некий ящик, да, алгоритм, ну, заданный математическим выражением, да, и я могу запихнуть туда икса и получить конкретное значение, конкретное значение этой функции, да, правда? Могу? Могу. А почему бы мне? Не всунуть туда, ну, я понимаю, что это не тот самый dx, да, давайте я сменю ему название, назову его не x, а буковкой c, например, да. Ну вот. Я скажу, друзья, ну, точка c, она, конечно, не вот тот самый, говорю еще раз, x, который я ищу. Но я могу узнать, вычислить конкретное, вот этот график, который я тут так смело нарисовал, на самом деле, он нарисован в моем воображении, и его не существует. Я не знаю заранее. Ну, чтобы нарисовать график, надо бесконечное количество точек отобразить на плоскость. Или, ну, очень-очень-очень плотно. Ну, мы сейчас не ставим этой задачи, да, то есть я не буду заранее его строить. Но, я говорю, давайте конкретно в серединке посмотрим значение функции в серединке. Забыли о графике. Забыли о графике. Стерли график. Значение функции в точке c. Я засовываю ее в мясорубку, ну, функцию, функция некий алгоритм, там, который завернут в функцию, там, в Python, допустим, да, и возвращает конкретное число. И я раз и получил значение f от c. Может оно оказаться вот здесь? А почему нет? Почему нет? Было тут, в серединке тут потом. Тут может быть, может быть. Да? Но, тем не менее, что меня интересует? Что у меня f от c оказалось больше нуля. Давайте подумаем. У меня вот здесь шпион находится уже в Беларуси. И здесь в Беларуси. Ладно, шпион, я шпион. Может, это, как это, беглец, да, как тот чеченец. Беглец какой-то, да, от репрессий. Пытается сбежать из одной, из огня до в полымя. Значит, значит, и вопрос, а не переходил ли он тут? Да знать я не знаю. Переходил он тут? Не переходил? Есть корни? Нет корней? Понятия не имею. Это мне науке неизвестно, да? Но вот то, что на вот этом промежутке от а до с, учитывая, что f от а меньше нуля, он, функция, ну, на промежутке, на подмножестве, она остается непрерывной. Если она была непрерывной здесь, то почему она должна быть разрывной на куске этого промежутка? Правда? Нет. На этом промежутке оно тоже будет непрерывно, естественно, да, и разнозначной. А раз так, то тогда я могу продолжить поиск, только уже выбрать c в качестве нового b. То есть, как бы сказать, b второе возьмем из значения переменной c, которая, ну, c это у меня просто серединка старого a1 плюс b1, да? Я говорю, я как бы буду строить такую последовательность границ. пум, пум, потом будет пум, ну, как я вот со львом рисовал, лев в пустыне, да? Да? А второе будет равно a1, ну, вот эти a и b, которые были, это, ну, собственно, как бы по сути a1, b1. И я последовательно буду сужать эти промежутки. И каждый раз он будет раз в половину, два в половину, три в половину, да? Либо, может быть, он будет несколько раз так пум, пум, пум. Но фишка в том, что, по сути, вот эта самая ошибка будет очень быстро уменьшаться. За одну такую, за одно вот это подшагивание с изменением границ, она уменьшится в два раза. То есть она изначально была вот такая, да? Когда я даже ничего не сделал. А если я сделаю один единственный шаг деления пополам, да, и с проверкой вычисления значений в серединке и выбором нового интервала, да, то получится что? У меня получится новое значение ошибки. Оно получится два в степени два. Ну, то есть еще разделить на два, да, как бы пополам. Потом еще пополам. Потом еще пополам. И так далее. Ну, короче, я могу сказать так, что ошибка будет равна b минус a поделить на два в степени n. Ну, по-хорошему, даже можно сказать, плюс один. Ну, учитывая, что даже на нулевом шаге уже там разделить на два. Ну, то есть, короче, корень численно будет искаться очень быстро. Вопрос, почему же мы не можем найти с бесконечной точностью? Все на ответ. Это очень просто, потому что, ну, b, допустим, рациональное число, а рациональное число, да, а мы можем делением пополам, но, по сути, только а и b, они будут все время прыгать по рациональным числам. Да и вообще, мы в памяти компьютера, в принципе, не можем записать нормальным образом, обычным образом, иррациональные числа. Потому что у нас там дроби, во-первых, там хранятся двоичные дроби, обычно, во-вторых, они конечной длины, то есть количество знаков, их там, типа там, 50 сколько-то штук, что ли, ну, в десятичных это будет 16-17 знаков, примерно, после запятой. Ну, 16. Примерно можно ориентироваться, что 16 знаков еще честные в дробных числах. Вам понятно? Да. Да. Друзья, я думаю, что мы занятия по двоичному поиску, как мы делаем с нашими занятиями, тоже разобьем на две части. И сегодня будет только бинарный функция, поиск корней функций. А вот бинарный поиск, собственно, в массиве и линейный поиск в массиве мы как раз давайте отложим на следующий раз. Хорошо? А то иначе просто мы грохнемся. И так сложное много сегодня. Давайте я перейду к программному коду по реализации. Сейчас я тут чуть-чуть. Тимофей Федорович, да? А получается то, что не существует прерывных функций? Потому что мы можем записать х как х квадрат на х. Нет, вы не правы. Почему? Во-первых, непрерывно. Мне очень нравятся дети, которые задают вопросы. Это очень хорошо. В первой занятии вы мне стеснялись, мне кажется, вопросов не задавали. Это неправда. Вы сформулировали другое выражение, а значит, вы обязаны доказать, что новое выражение работает точно так же, как старое. То есть, грубо говоря, вы взяли, я говорю, у меня есть некая коробочка, которая работает с таким-то образом, да? Она при таких-то иксах возвращает такие игреки. А вы мне суете другую коробочку и говорите, ну смотрите, вот эта штуковина, вот эта, она тоже будет называться f от х. Я говорю, на каком основании? Я ее назову, давайте, g от х. То есть, я говорю, есть f от х, вы любите математику, это хорошо. И я взял х квадрат. Вы говорите, а у меня есть вот такая коробочка, да? А именно, х в кубе разделить на х. Я вам говорю, подождите, кто сказал вам, что это f от х? Вы говорите, ну подождите, я ей сую яблоко, да? Сую яблоко, получаю яблочное пюре, да? И сюда сую яблоко, получаю яблочное пюре. Сюда сую мясо, получаю фарш, сюда сую мясо, получаю фарш, да? Вы говорите, ну так она же, видите, она для разных всяких х, она возвращает как бы те же самые игреки. Вы знаете, я вам скажу так, функция дирехле домноженная на функцию f от х, она для любого рационального числа будет делать то же самое, что функция f от х. Но в самый нужный момент она вас подведет. Понимаете? По сути, что вы сделали? Вы говорите, давайте домножим ту функцию х квадрат на какую-нибудь хрень, которая иногда определена, а иногда не определена. Ну и х разделить на х, да? Ну 0 разделить на 0 это математическая неопределенность, да? Она, ну такое выражение неопределено. Если сейчас забыть про последовательные всякие там пределы, забудьте о них, пока сейчас нельзя разговаривать, да? 0 разделить на 0 неопределенность. Выражение не имеет смысла, а значит, его нельзя вычислить, а значит, функция для такого х окажется неопределенность. Вы говорите, давайте домножим на какую-нибудь хрень, я говорю, подождите, это вы знаете, это вы в эту, как сказать, мясорубку, которая была, взяли и вхреначили туда предателя. Вставили микроконтроллер, который в какой-то момент возьмет и взорвет ее, Ну, в смысле, вместо фарша он начнет выдавать что-то другое. Понятно? Вы изменили функцию, это уже другая функция, это не та же самая функция, они не тождественны друг другу. То есть, они не для любого, то есть, у них разная область определения, все до свидания, это разные функции. Понятно? А если у них даже области определения совпадают, но хотя бы в одной точке одна из функций ведет себя по-другому, она возвращает другое значение, извините, это все-таки уже разные функции. Поэтому давайте не это самое. Все, слушайте, вы опять меня утащили в математику, а я не математик. Программный код. Сегодня мы занимаемся только бинарным поиском и только поиском корня непрерывной функции методом деления пополам. Вот его мы успеем, собственно, прогнать и поисследовать. тогда я сегодня, еще раз говорю, все связанное с поисками в массиве выкидываю, а на следующий раз я как раз оставляю именно массивы и бинарный поиск по ответу. Сегодня мы его не успеем. Ну, я сейчас и некие приложения. Ок. Ну, вот это мы, собственно, успеем. Да, и сегодня, получается, у нас 13 занятие. Окей. Окей. Так, чуть-чуть у меня ползло все. Поехали. Реализовываем. А я код-блок закрыл. Я буду работать сразу в код-блоксе, чтобы можно было запускать. Ждем, пока он запустится. отлично. Так. А почему лесом 13? А потому что, на самом деле, он был лесом 12,5. Да, получается, 12. А сегодня 13. Так. У нас, собственно, бин-серч. Бин-рут-серч, точнее, да. Бинарный поиск корня. И, да, плюсы. Мне понадобится только поток ввода-вывода, и больше ничего. Так. Сейчас, секундочку. Что мне нужно будет? Я буду сегодня работать с дробными числами. Дробные числа хранятся в памяти компьютера, ну, обычно, как числа с плавающей точкой, и называются они float и double. Ну, double – это число так называемой двойной точности. Оно 8-байтное, 64 бита. И, собственно, его точность хранения числа, оно, там, до 2 в степени, до 10 в степени 300 примерно, там. Оно очень большие числа умеет хранить. И очень маленькие, то там до 10 минус 300, тоже 8, что ли. Ну, короче, не суть важная. Можно почитать про хранение этих дробных чисел, там, в Википедии есть такая штука, как стандарт. Е754, 754, 2008. Во, вот он. Соответственно, вот то дабл, которым я пользуюсь сейчас, сейчас, секундочку, основные, это binary 64. Вот оно. Ну, оно является одним из самых популярных. Вот 308, да, я не ошибся, это примерно десятичная степень. Понятно? Ну, там можно какие-то там самые малюсенькие числа, самые большие числа, которые хранятся. Ну, слушайте, сейчас об этом давайте не трогать этот вопрос, да, давайте просто будем пользоваться дробными числами. Итак, у меня есть два значения, А и Б, да, которые я сейчас буду брать с клавиатуры. Введите границы промежутка. О, я не могу здесь по-русски писать, это ж не работает, кодировки дурацкие, да. Enter, соответственно, Enter Boundaries A, B. Ну, и дальше я их жду, собственно, я тут пробел оставлю, и CIN, соответственно, A и B. Так, замечательно. Что я собираюсь искать? Ну, у меня, естественно, должна быть какая-то функция, ой, простите, пожалуйста, которая потребляет, собственно, значение типа double и возвращает значение типа double, да. Я эту функцию сейчас опишу прям вот, что называется, тут конкретно, ну, пусть она компилируется, не будем извращаться и заставлять ее считывать с клавиатуры, все-таки C++ компилируем, и это будет не так просто, как в Python. Ну, какую-то конкретику надо написать. Давайте, давайте для начала сунем уравнения, чьи корни нам известны. Например, х минус 1.234567, ну, я специально взял, по сути, 1,2,3,4,5,6,7, да, и умножить на х минус 0.1234567. Я специально опять же сделал, чуть-чуть, вот видите, она отличается, да, видите, да, ну, слушайте, давайте 8,9 напишу, еще и там тоже. Да? Мне будет очень легко опознать. Это квадратное уравнение, в нем, у него ровно 2 корня, и они тут прямо явным образом написаны, да, мне их будет легко сравнивать. Да? Не на что домножать дополнительно, там, не знаю, вот какой-то коэффициент А вводит, я не хочу, не буду. Вот, какие числа, про какое число я точно что-то знаю. На самом деле, сейчас, одну шконочку, я вот так вот, 11, давайте, 12,3, ну, чтобы начинать с каких-то этих самых. Один корень находится в районе 12, другой корень находится в районе 0, да, парабола, она как себя ведет, она, у моей параболы, усы торчат вверх, ну, просто потому что коэффициент А. у меня, соответственно, вот где-то здесь есть корешок, где-то там есть корешок, соответственно, она ведет себя вот так, да, соответственно, где-то, ну, например, в точке 5, эта функция отрицательна, да, в точке 20, или 15, ну, давайте 20 возьмем, в точке там, 20, она заведомо положительна. Правда? Вот, уж она, она очень большая, там, но какое-то число, она заведомо положительна. Согласны? Вот отрицательная, там положительная, поскольку, что такое вот, я могу показать, что, ну, это, эта штуковина, она, уж Y равен X, он непрерывный. За вычетом числа, константа тоже непрерывная. Я умножаю на X минус константа, это тоже непрерывно. Ну, короче, у меня здесь непрерывная функция стопудово, да, квадратный многочлен является непрерывной функцией. Давайте найдем корни, да, на промежутке AB. Вот я уже прикинул, какой нужно будет давать промежуток. Давайте, для этого заведем, собственно, переменную, которая будет хранить, что? Ошибку. Ошибку. На самом деле, это не столько даже ошибка, а сколько требуемая ошибка. Дело в том, что я должен обязательно остановиться не в какой-то условно идеальный момент, а просто сказать, ребята, все, стоп. Иначе начнется уже неопределенность вычислений. Это я так говорю, что вот я всегда могу получить Y. Ребята, это неправда. Это неправда. Когда мы вычисляем значение математической функции на компьютере, мы по факту уже имеем ошибку. Да даже если мы просто домножаем число на 2 или прибавляем единичку. Я могу вам показать какие-то конкретные примеры. Сейчас я этого не буду делать, но поверьте мне, что я могу показать вам какие-то конкретные X-ы дробные, для которых 1 плюс X равна строго единичке. Строго единичке. Я могу вам показать такие числа, для которых 1 плюс X равно X-у, причем ровно X-у, без погрешностей, просто за счет вычислительных погрешностей. Поэтому вычисления в дробных числах, они принципиально грешат, они принципиально вычисляются с ошибками. И по-хорошему, человек, который занимается вычислениями в дробных числах, он стандарт, который я там упоминал, он его должен знать. Не просто так, он должен прям вот понимать, что происходит при этих вычислений. Понимаете? То есть, вот это вот, оно конечно шокирует, когда первый раз с таким сталкиваешься, да? Вот. Но это правда. Ладно, я что хочу сказать, что на самом деле нужно понимать, что мы вычисляем все, что угодно. Мы вычисляем с некоторыми погрешностями. Поэтому на самом деле может оказаться, что вот в этой точке, где у нас корень, у меня функция может оказаться равна строгому нулю не в одном месте, а во многих. Да, что она может вообще не равняться нулю, то есть как бы она на микроуровне, она может содержать этот микроразрыв. Поэтому, слушайте, давайте не будем выпендриваться, а просто будем доходить до момента, когда эта погрешность достаточно разумна. В данном случае, конкретно в данном случае, да, я хочу довести до какой-то конкретной ошибки. Давайте запрошу эту ошибку с клавиатуры, значит, Needed Error, да, нужную ошибку, введите нужную ошибку. Соответственно, я считываю эту самую ошибку, я поближе ее сюда притащу. Окей. Ну и, собственно, теперь метод деления пополам. Поехали. Как я говорил уже, да, в итоге я могу сразу, по идее, распечатать ответ. Да, ответ чему будет равен? B минус A, прошу прощения, не A плюс B пополам. Да, согласны? Да, это так. A плюс B пополам. Да, но на самом деле, дайте вот так вот лучше сделаю, но мы же понимаем, да, что, собственно, что это не совсем красиво, да, надо укоротить его. Ну, то есть нужно применить, собственно, метод деления пополам, а не просто брать и сразу писать, что вот серединка. Есть ответ. И вот, собственно, вот здесь я собираюсь это погонять, да, погонять, собственно, взятие серединки, выяснение, что происходит. Итак, первое. Я перед тем, как даже начинать, должен кое-что важное сделать. Дело в том, что я могу начать заниматься вообще вычислением ответа в каком-то конкретном случае. когда, если значение функции в точке А умножить на значение функции в точке Б меньше нуля. Это необходимое требование. Я его писал там на доске, да, говорил, функция должна быть разных знаков. Только тогда, согласно Леми, о промежуточных значениях непрерывной функции, я могу вообще верить, что корень там есть. Поэтому только в этом случае я реально буду заниматься поиском корня. Да? Можно работать. Понятно, да? То есть, вот даже вот этот Сеут я по-хорошему должен вставить именно туда и только туда. А если не так, ощелени, то в этом случае я должен отказаться и заявить об этом громко сказать can't search, can't use bin search of root, да, ну, собственно, почему? Ну, ладно, короче, я могу написать вот это дело, что оно у меня больше либо равно нулю. Просто потому что, ну, нельзя в этом случае искать корень. методом двоичного поиска. Я слышу? Я слушаю. Вы вот нам показывали гиперболу. Если а и б... Она не непрерывно. Она не непрерывно, все, вопрос снят. А! Все, тогда да. Два требования. Первое, непрерывность на промежутке во всех точках. И второе, это разнозначность на границах. Все. То есть двоичный поиск возможен только при вот этом условии, поэтому я его внутрь ифа помещу сейчас. А вот теперь поехали. Я уверен, что можно применять двоичный поиск. Что я буду делать сейчас? Первое. Давайте найдем серединку этого отрезка. Да? И спросим. А, да, подождите. Давайте сделаем... Я буду делать это циклически. Вот глобально это действие я буду делать циклически. Да? Действие по изменению а и б. До каких пор я буду это делать? Пока б минус а пополам не окажется меньше требуемой ошибки. Ну, либо равно. Ну, я на самом деле могу не б минус а пополам брать. Да? А сделать b минус а меньше либо равно чем ошибка, которая требуется домножить на 2. Понятно? Это можно сделать. Ладно. Теперь что я хочу? Теперь я хочу взять и вычислить серединку. Для этого мне, правда, придется ее описать. W си равно а плюс б пополам. И это я нашел серединку. Дробным делением делю. Кстати, когда вы работаете с дробными числами, я советую, уж если вам придется работать в си плюс плюс, советую вам при работе с дробными числами всегда добавлять точечку. Вот, потому что иначе возникнет иногда страшная вещь. в си плюс 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 один разделить на 2 равно строгому нулю. Потому что нет отдельной операции, нет отдельной операции дробного, целочисленного деления. В Python она есть, это двойное, разделить, разделить. А здесь ее нет. Поэтому один разделить на 2 это строго 0. Чтобы такого не было, дописывайте всегда к дробным числам точечку. Один точечка разделить на 2 точечка. Понятно? Чтобы явно указать ему, дорогой, это дробное деление. Потому что иногда бывает, человек пишет формулу какую-нибудь, мне надо посчитать Y. Это Y равен X умноженный на X плюс, где X дробный, плюс 2 умноженное на X плюс 1 вторая. И он такой наивный удивляется. А почему, когда фактически он вычисляет, то это 1 и 2 как будто бы и нет. Смотрю в книгу, вижу фигу. Это связано с, ну как вам сказать, с неприятным наследием языка C, который был создан в 1972 году. И это очень давно. И в те времена еще не до конца все было понятно, какие будут эти самые товарищи. Желательно, чтобы операция толочисленного отделения в языке существовала. В питоне она есть, в C++ ее нет. и она отличалась бы. Ладно, короче, давайте я к чему, это было лирическое отступление, что вы должны с дробными числями всегда добавлять точечку к числам. Ну вот, короче, когда будете на вычмотах, на третьем курсе физтех, или МГУ, или чего-нибудь еще, у вас будет предмет вычислительная математика и физика, или физика. Вот, и вы мне, может быть, спасибо, когда-нибудь скажете. Или ваш товарищ, которому вы эту ошибку найдете. Ладно, значит, что я хочу сказать, что я вычислил серединку, а теперь смотрите, я спрашиваю, а что там с значением F от C, ну, перемноженным на значение, например, F от A. Потому что, если оно меньше нуля, если оно меньше нуля, только давайте я поменяю их местами, да, то тогда C является прекрасным кандидатом на новое B. Согласны? А старое B, ну его в топку. Давайте на экран. я обнаружил, что F от C, умноженное на F от A, разных знаков. Тогда ну его этот F от B. Тогда F от C умножить на F от B больше либо равно нуля. Я не знаю, есть там корень, нету там корня, да, а вот на промежутке А от C сто процентов корень есть. Тогда C это новый кандидат в B. Вау, круто, давайте его сделаем, да, понятно логика, да? А что значит сделаем из него новое B? Я говорю, А пусть будет старым, а новое B будет взято из C. Мне не нужно называть его B2, никак. Это так, когда математическую последовательность на нацке пишут, я обозначу B первое, потом B второе. ну такое присваивание это глупость, его делать, конечно, не надо. Зачем присваивать в A, то что там и так лежит. Поэтому мне достаточно просто сказать, новое B это C, да? и все зависит от значения F от A умноженное на F от C. А вот иначе, и тут возникает вопрос, подождите, иначе не обязательно меньше, больше либо равно нулю. А что делать в ситуации, когда оно равно нулю? на самом деле вот эта ситуация, если вдруг F от C строго равна нулю, она плоха, хотя казалось бы, что мы нашли корень. Ну то есть, вот по идее мы просто тупо нашли корень. То есть, казалось бы, ура! Да? Знаете, есть такой знак, такой вот, ура! Ура! Вот именно, да, вот так вот, вопросительно с восклицательным, наверное, вот так вот, все-таки, восклицательный вопросительный точка, такой вот, ура! Хотя, я не знаю, точка в этом случае ставится или нет, и как его правильно писать, если честно, в какой последовательности, да? Я бы еще добавил вот, это, кусочек троеточия, вот как-то так, да? То есть, на самом деле, в чем проблема? Дело в том, что мы попали на какое-то значение, при котором мы, оно вроде бы 0, строго 0, но, мы ничего не можем сказать, насколько хорошо там с ошибкой рядом. То есть, это отдельный вопрос, а что теперь делать с ошибкой? Намного легче продолжать ловить корень, да? То есть, эта ситуация такая, на самом деле, не совсем приятная. Намного легче, когда мы продолжаем загонять льва, и останавливаемся, именно по причине, что мы достигли требуемой ошибки. Понятно? Поэтому, давайте сейчас мы сделаем вот здесь вот, else, и вот теперь я, вот поскольку я исключил вот эту ситуацию, равенство f от а нулю исключено тоже, потому что иначе бы я сюда не попал, ни f от а, ни f от b не равны нулю. А в противном случае, я говорю, ребята, значит, f от c у меня разнозначно, не с а, а с b. Но в этом случае, давайте на доску тоже посмотрим, да? В этом случае не совсем так, как я нарисовал. Оказалось, что значение f от c, оно вообще-то отрицательное. И тут, я не знаю, есть тут корень или нет, корни пересекает, она ось абсцисс или нет, да? Но уж вот тут, раз она непрерывная на промежутке c, б, то 100% она пересекает где-то, да? Где еще пока не знаю, Я знаю пока значение только то, что они f от c, да? Умноженный на f от а, оказался одинакового знака. Автоматически он оказывается разных знаков с f от b, потому что я исключил ситуацию, когда он равен нулю. Вот. Понятно? И в этом случае что? А что в этом случае? Тогда у меня новым а! c должен стать новым а! Ну а новым b должен стать тупо старый b! Понятно? Не буду стирать, давайте просто реализовывать. Короче, новый а это c. Ну, новый b это b, а это глупо писать, поэтому я это просто не буду писать. Товарищи, это все. То есть, сам алгоритм, на самом деле, он вот он. И если бы я был уверен, что вот этого вот не случится, то он был бы еще проще. Понимаете? Если бы я был уверен, что пользователь не дурак и сразу введет правильный промежуток, для которого допустим двоичный поиск, то я бы и это мог убрать. Но я все-таки оставлю полную реализацию с защитой от дурацкого ввода пользователя. Давайте посмотрим на работу этого алгоритма, что он будет делать теперь. Жалуется. На что жалуемся? На отсутствие using namespace std. Немножко еще поднимемся. Итак, введите границы, говорит он мне. Так, вы помните, там корни, корни они нам известны, да, на самом-то деле. Итак, вводим. От 5 до 15. Введите необходимую ошибку. Давайте сделаем ошибку 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ответ 10. Ответ 10. Дайте-ка я посмотрю. А плюс B пополам. Вроде бы все дробно. А и B дробные числа. В чем фишка? Почему так плохо получалось? Ведь он должен был выдать мне вот этот ответ. сейчас секундочку. Он не сделал ни одной итерации. Пока. А, я вот тут сильно-пресильно ошибся. ошибся. Пока B минус A больше. То есть, я написал условия, как раз условия завершения. А надо было условия продолжения цикла написать. Я прошу прощения. Пока, ну, слушайте, может быть, мне правда надо написать такие, ближе к тому, как это было по-честному на доске. Там B минус A пополам. Да, вот так вот. Больше ошибки. Пока это больше ошибки, надо уменьшать ошибку. Методом, собственно, деления пополам. Давайте. Теперь должно быть правдой. Так, я для этого завершу осуществительный процесс, перезапущу его снова. Итак, поехали. 5, 15. Какую ошибку? 0, 0, 0, 0, 0, 1. Давайте вот так вот. Пятый знак. И 12.3, 4, 5, 7. Смотрим. Ошибка должна была бы быть в пятом знаке. Да? Но ведь это правда достаточно, потому что если я добавлю 3, 4, 5, 6... Нет, что-то у меня не совсем пятый знак получается, да? Если я прибавлю плюс-минус вот эту штуковину... Не получается. Что-то у меня не сошлось немножечко с требуемой ошибкой. b минус а пополам. Ну, если бы я вывел сюда и а, и б, то я бы увидел, собственно, и а, и б, и вот это значение. Ну, и мне придется еще пробельчики тут вставить или там табуляцию. Я вставлю дополнительно вот сюда и вот сюда. Чтобы увидеть а и б, ну, просто для отладки, откуда это вылезло такое. Странновато. Как-то мне точность неправильно соблюдается. 5, 15, 0, 12, 3, 4, 5, 7... А-а-а-а! Простите меня, простите меня, пожалуйста. Дело в том, что сам Сиаут, негодяй, выводит числа с плохой точностью. Поэтому перед тем, как распечатывать, пользоваться стандартной библиотекой Си плюс плюс, хорошо было бы про нее слегка узнать, что она грешит. Грешит она исключительно при распечатке. Поэтому, где у меня стандартная библиотека и устрим? И о манипуляторс. У меня оказалось, есть попроще доступ без подключения манипуляторов. Нет, Си Стайл не надо, еще раз. И где же это поискать? Ну, давайте вот Сиаут поищем здесь. Да. А где детали про него? Ладно, слушайте, сделаем манипулятором, потому что манипулятором я уже накопал, как это сделать. К сожалению, не помню, как сделать без него, но не суть. Сет в Changes, the width of the next. Можно попробовать на самом деле и просто вот здесь прописать. По-моему, это вот можно как-то вот так вот, типа вот, Сиаут. Сет в. И дальше я ему скажу максимальную, там 17 знаков после запятой нехай выдает. Пусть попытается. Давайте посмотрим. Нет, к сожалению, не хочет. Ну, ладно, давайте я этот самый подключу эту библиотеку. Она называется иоманип. Где пример использования? Давай сюда, покажи. О! Иоманип. Иоманип. Так. И, дорогой мой, сет в. Да, и дальше мы говорим, какая длина, сколько там значков. А еще можно что? Да нет, ничего не вижу. Ладно, короче, мне стд присписать не понадобится. В момент, когда я буду распечатывать, мне нужно будет дополнительно еще. Короче, мне достат... Я убираю отладочную информацию. Я просто скажу, что сколько знаков тут писать после запятой. 17 знаков нехай пытается написать. Теперь он... А, это не надо. Ой, друзья. Долго-долбим, тем не менее. Ладно. Зато сейчас у вас появится решатор любых уравнений. Да елки-палки, ах ты негодник какой. Да чтоб тебе пусто было. Ну да, хоть, может, с этого 17 он не ест просто. Шо ж такое. Ну, это теперь-то уж очевидно, что это связано именно с распечаткой. Потому что точность, на которую он должен был закончить, была намного больше. 5, 15. Просто мерзкий негодяй. Я не знаю, почему он так поступает со мной. Сет Пресижн, я вспомнил, я вспомнил. Называется это Сет Пресижн. Или просто Пресижн. Не помню, как пишется, слушайте. Все, я пошел просто гуглить уже. Пресижн. Вот она просто, да. И где она живет? Она тоже живет в IOMANIP. Так что мы не зря его подключали. И его нужно тоже выплевывать куда? Example. Да туда же, собственно. Только ему нужно туда совать количество чисел. Окей. То же самое, только другое. Сет Пресижн. Давай, дорогой. Вот теперь я с тебя это самое. Три шкуры СМО. Поехали. Не ходите, дети, в Африку гулять. Не программируйте, дети. Зачите плюс-плюс. Ладно. Шучу. Просто нужно эти моменты знать, да. И если их знать... Вау! Наконец он начал нормально более-менее печатать. И я могу попытаться оценить, да. То есть вот я взял ошибку, по сути, до восьмого знака. Смотрите. Четыре. Еще четыре. Видите, да? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, а там у меня действительно какая-то еще фигня торчит, да. А должно было быть чистый ноль. Почему так? Да потому что деление пополам, веришь, не запрашивался вот такой точности. На самом деле я могу погонять еще немножко. Да, и попробовать впихнуть сюда от пяти до пятнадцати. Да, я тот же самый сейчас корень буду искать, да. А в качестве ошибку я попробую ее еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Шестнадцатый знак. Вот, видите, да, то есть он действительно постарался добить максимально, и у него практически получилось. Но вы знаете еще раз, да, вот это не та ситуация, когда надо слишком сильно радоваться и загонять вот эту погрешность. То есть нужно добиваться необходимой вам погрешности, да. И внимательная вычислительная метода, в которой вы прям гарантируете, что то, что вы посчитали, оно вообще хоть как-то соотносится с численным результатом, требует реального там еще и численного обоснования. Сейчас мы не трогаем это. Есть отдельная наука, вычислительная математика, да. Вот это число, это на самом деле девять. Просто там дальше девять в периоде практически, да. То есть отличается реально там уже на чуть-чуть. Понятно? Вот эта вот сходимость, она происходит очень быстро. Сейчас мы не будем разговаривать много про асимптотику. Давайте я вам выложу этот решатор. Да, вы можете, а, ну мы еще могли, можем запустить его для корня, который номер два. Вот. Давайте выложим это дело. Где мы это дело выложим? На реплит, да. Я не помню, в каком из них мы работаем в основном. Нет, не гитхабовский. Я вот не помню, какой все-таки из них. Может, я сейчас не туда зарулил? Мне кажется, что я не тот. Может быть, все-таки вот этот. Нет, наверное, все-таки не это самое, не там. Сейчас, секундочку. Ну, дорогой, ну хватит уже. Да. По-моему, все-таки в этом он должен находиться. Не туда, зря я сюда пришел. Не гитхабовский надо было именно этот взять. Почему два? Потому что это он их клонирует каждый раз. Ёлки-палки. Он каждый раз его клонирует заново. Ладно. Сейчас, секундочку. Вот, был 4 months, 14 days. Где же наши интересные из них? О, вот это вот тот, в котором вы работаете. Все. Вот. Я сегодня создаю папочку 13 урок. Не, не тут. И в нее отправляется файлик. Файлик. Где я его сохранял? Где я его сохранял? Где же я его сохранял-то? А, это как раз в этом репозитории. Ну ладно, слушайте, я его просто закину сейчас вот так вот. И он сюда уйдет. Вот. Значит, естественно, функцию можно менять. И, естественно, можно, вот это вот можно менять, да? И пробовать разные варианты. Ну, простите, тут у меня русский улетел. Я уж не буду это исправлять. Друзья, вопросы, пожелания, предложения. На этом сегодня все.